Хватит платить большие деньги за игры, покупая их на торговой площадке ggsell.com. Майнкрафт от 9 рублей, фартнайт от 15 рублей, ксго от 50 рублей, тысячи продавцов и магазинов соревнуются за самую низкую цену именно для тебя. Заходи, ссылка в описании. Ну что ж, вот и наступил 2020 год, всё ливье было доедено и всё шампанское выпито, с чем его, собственно, и поздравляю. Однако же, несмотря на то, что на дворе уже 2020 год, среди сообщества геймеров всё ещё есть люди, которые имеют очень старые компьютеры. И, разумеется, им приходится играть во все игры на самых минимальных настройках. А если уж говорить конкретно про комьюнити доты, то тут, думаю, ситуация ещё более печальная. Насколько я знаю, больше половины из них играет в доту на минималках. Но к чему это всё? К тому, друзья, что дота может выглядеть гораздо хуже, чем на обычных минималках, причём настолько хуже, что вы даже не будете уверены, в какой вы вообще игре находитесь. Но для начала давайте сравним максимально доступные настройки графики с минимальными. Для максимальных мы просто выставляем все галочки в расширенных настройках, а также выставляем качество текстур, эффектов и теней на высокое. Собственно, вот так выглядит дота на максималках. Вы постоянно её видите такой в моих роликах, разве что сам ютуб может съедать качество. Для минимальных же настроек делаем всё наоборот. Снимаем все галочки, ставим всё на низкое, но качество обработки экрана оставляем на 100%, поскольку иначе вам будет казаться, что у вас упало зрение или качество моего видео упало до 360 пи. В общем, вот так выглядит дота на минималках. И вот вам ещё несколько сравнений для большей наглядности. С этим мы с вами разобрались, да и не думаю, что я сейчас кого-то удивил. Полагаю, каждый из вас хоть раз играл в доту на минималках по той или иной причине. Однако же я предлагаю вам посмотреть на то, как выглядят настоящие минималки в доте. К сожалению, подобные настройки недоступны в самой игре, и даже консоль вместе с конфигами вам тут не помогут. Для того, чтобы выставить настоящие минималки, нам придётся воспользоваться специальным софтом для видеокарты, за который я не могу ручаться, ибо он не от производителя. В общем, меняем в этой программе пару значений, и в итоге они принудительно снизят графику доты до уровня игр 2000-х годов. Итак, готовы? Вот дота на максималках, вот дота на минималках, а вот дота на супер-минималках. Да, я искренне понимаю ваше чувство. Вам кажется, что в доте просто не прогрузились текстуры, и сейчас всё будет нормально, но нет, не будет. Это супер-минималки, и дота будет выглядеть так всегда. Давайте для начала посмотрим на саму карту. Она стала выглядеть так, словно дота сейчас находится в режиме альфа-тестирования, и разработчики ещё не до конца придумали, как вообще будет выглядеть карта. И вместо этого они просто нарисовали основные моменты. Никакой травы, никаких камушков, только плоская мыльная земля, на которой растёт что-то отдалённо напоминающее деревья. На близком расстоянии всё выглядит ещё более безумно, словно это вообще какой-то сюрреалистичный мод для доты. Но ладно карта, как выглядят её обитатели? Примерно так же, друзья. Вот вам крипы света, никаких лишних цветов и деталей, просто зелёные пластилиновые человечки. С крипами тьмы всё так же, только это теперь красные человечки. Все они выглядят как какие-то болванки, которые ещё нужно раскрасить и доработать. Ну а теперь самое интересное, герои. Тут как бы вы сами понимаете, что все сто с лишним штук я не покажу, ибо это долго. Но вот вам самое интересное. Вся суть этих минималок в том, что графика упрощается просто максимально. Все герои состоят буквально из двух-трёх основных цветов. Никаких узоров, никаких деталей, никаких глаз. Дота перестала быть похожа на себя. Какую вот лично вам она напоминает игру? Мне вот немного ранней версии Лиги Легенд. Именно ранней, типа вот этих. В общем, делитесь своим мнением в комментах. Также хочу отметить, что спустя полчаса игры, ты как-то знаешь, привыкаешь к этому. Да, звучит безумно, но спустя какое-то время, ты действительно перестаёшь замечать какие-то недостатки. Просто какая-то прикольная игра, похожая на доту. В принципе, играть можно. А для тех, у кого пока не тянет доту даже на минималках, то это вообще, наверное, единственный шанс. В любом случае, если вам нравится подобная тематика роликов, и вы хотели бы увидеть другие игры, которые изуродованы подобным способом, то дайте мне это знать своим лайком и предложением игры в комменты. Ну, а я больше не знаю, что тут ещё сказать, поэтому просто предлагаю вам насладиться второй дотой, но если бы она вышла в нулевых. Приятного просмотра! Сейчас и важная для команды спирит, потому что откатили у них ультимейты, необходимы им подраться, и сейчас могут и замес. БКБшка сейчас разору, нужно дождаться обязательно БКБ. Так, Сатир. Хадукин. Страшный Хадукин. Что, неужели убегут? Не-не-не, убегут, но спиритам придётся врываться сюда. Так, ну что, опять Сатир забегает, смотрит, сколько осталось Рошана. Его хотят очень быстро забрать. Камушек полетел, эпилептика немного... Не страшно. Не торопится, с там бой, понимаешь. Коперник просто отступит, ставится вард, сбивается вард с помощью иллюзии. Приятно, конечно. Перитов здесь вард сломали легко. Ну и опять возвращается обратно к Рошану. Вверху спро. Он идёт вперёд. Пять камень. Напряжённый момент, конечно. В это время ЛТВ отпушивает львинию. Заходит Миша, ставит стама. Там постоит. Рошан очень битый, сейчас нужно вырваться. Эпилептика привязали очень хорошо. Накрывают с Айленсом туда же, эпилептик. Пока ветра, пока ветра. Сейчас там спирит, эпилептика. Нет, эпилептик выходит из стана. Разор нажал боковый, просто отступить. Свен, выставили из него урона. Сарм, да, лишается урона Свен. Ну, она здесь пока что контролит. Свен прожимает ГДС. И вот он, контр-врыв от команды. Спирит, но здесь эпилептик останавливает пока что всю атаку. Обратно вкатывается Мершин. Мершину больно кастуется у нас Магнитайс. И больно теперь Резолюшную Нувану. Нуван просто бегает. Он не может войти в драку. И уходит отсюда эпилептик. Слушай, а выигрывают драку? Да, выигрывают. Рошан очень битый. Рошана сейчас можно забрать. ЛТВ все еще есть ультимей. Забирают Рошана. Кто по ним это Еггер? А Еггер забирает ультимей. ЛТВ. Есть там по Соло. Соло начинает фокусить. Есть захилл. Очень много от Резолюшна. Продолжается драка. Покатился Мершин. Соло раскастовывает ультимей. Ему сбивают его. Хорошо. Погибает Мершин. Таверна отправляется также на Смайпер. Соло оттолкнули подальше. Его бы забрать. Соло горит. Но нет. Его спасает. Абаддон. Гостика остается здесь. Гостика тоже забирают. Вау. Ну, а Еггер достался Свену. Да, и ЛТВ там, конечно, сделал... Я даже не знаю, как назвать, ошибку или нет. Но дело в том, что он ворвался в драку после того, как Крозор выключил из него практически весь урон. И он там начал гладить каких-то героев. Потерял кучу хп. И самое печальное, что он все еще был без БКБ. Была бы БКБшка сейчас в наличии, то все бы сложилось совершенно иначе для Спиритов. Ну что, теряют миф пока. Потри. Ломают Викус Про. У Спиритов. Есть тамба очередная. Опять станут Свена. Хорошо. Полетел Соло больно. Соло форста. Хорошо. Глиф прожали. Пока что тянут время. Тянут время до появления Бримастера, до появления Вайпера. Но Вайпера еще очень долго не будет, конечно. Дима, МИД придется отдать. Темпами. Так, есть контроль. Стан вылетает. Неплохо. Могут за Фокс сейчас и Мершина. Мершин сгорает буквально на глазах. Он погиб. Он погиб, и его не будет 70. Да, МИД можно отдать. После этого уже полезно, да, Петер? Сейчас спирит слишком тяжело. Пытаются никогда не отдавать. Так, ворону Стан. Эпилептик идет вперед. Начинает Фоксить на Смешу. Миша погибает. Есть контроль Гостика. Гостика больный. Гостик тоже погиб. Но бы живых только Свен. Только Свен. Один Вайпер появляется только сейчас. И двоих героев явно не хватит у команды спирит, чтобы защиту линию и, наверное, ВП. Просто не ворваться. Блинкдагера пока что нет. Плотенцворт был бы явно болезнен. А здесь Бен. Да, да, да. А здесь у нас репейр-кит. Репейр-кит забирают. Ну, такой вот приоритет архивактов. Я сейчас посмотрел на мини-карту и понял, что виртузам реально много можно еще поремонтировать. Вот, например. Да, он нормально. Три как раз может. Интересная решающая игра у нас, да, где ни одной тир-один вышки. О, ответный паладин Сворд. Это очень хороший артефакт для Свена сейчас. Это позволит ему реально выживать. Сейчас вместо Аегиса. Да. Там есть Ластил-1, Ластил-этот. Свену нужно... Я не знаю. Свену нужно просто, чтобы вся команда его поддерживала, как только могла. И помогла влить весь этот урон. Ему нужно, самое главное, не поставиться под усасывалку урона от Ноуана, да, чтобы не лишиться его. И все. Да, все. И дальше просто раздать свой демо. Больше ничего. Действительно все. Ну и здесь, наверное, вопрос к Брюмастеру, успеет ли он. Потому что единственный такой способ Верняковой, это Брюмастером залететь, поднять Разоры и пусть где-то в кибесах расправится со всей остальной командой. Брюмастер находится и к ним уже бежит Ноуан. А, мой пузырь! Пошел ультимейт от гостика Юлия Абадона. Что-то не поцелил никак, да, привязали. Рейзера хорошо, Эпилептик идет вперед, кидает фисты, привязал. Тут Пандарена в двух, и слушай, уже сгорелая. Ветренная тоже сгорела. Земляная только осталась Панда. Так, поймали. Поймали Свена, дизарм накинули Свена. Нужно спасать в это время, драка разделилась. Ой, как неприятно для команды Спиридан. Сейчас все погибнут здесь. Нужно бежать Миша. Миша отдал очень много урона. Врывается Эпилептик, его привязали. Эпилептик, Эммершн закатывается уже на базу. Эпилептик за Мишей до конца. Миша ульта заканчивается, Миша погибает. Есть байбэк, возвращается обратно. В это время Свен дерется в ГДСе с резолюшеном. Но Свен один, конечно, здесь не боец, нужна команда. Свена просто забирают. Байбэк у него не имеется. Он просто раскатили, он вообще там ничего не сделал. Я не знаю, куда убежал ЛТВ. Вся команда... Сейчас по одному будут ловить. Вся надежда была, конечно, на ЛТВ в этой игре. В этой игре она не оправдалась. Слишком уж большой разрыв. Триплкилл от Эпилептика. Кшнают ломать Эншн. Мы ждем заветные две буквы. Но Спирит, видимо, решили не сдаваться до самого последнего момента. Байбэк от Свена. Вчетвером против пятерых. Родо Фатос на резолюшена. Но это резолюшен. У него есть ультимейт, он будет жить. Опять контроль, это ЛТВ. ЛТВ надо спасать. Фордстат, привязка по двоям от Эпилептика. И просто ПТ-4 сбивает команду Спирита. И ЛТВ еще один удар. Порт погибает и ГГ в это время пишут Тим Спирит. Ну что ж. Виртуз Про становится первыми участниками второго мейджора от СНГ. Они шли к этому два ДПС цикла, скажем так. И пришли на второй все-таки.